Привет, меня зовут Авми Лиса и сегодня мы с вами поговорим о ухоженности и о красоте, о том, что же мешает нам этого достичь. Это моя постоянная рубрика на канале, она называется «Как стать красивой» и здесь я делюсь с вами своими познаниями на эту тематику. Обязательно подписывайся на мой канал, тык, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить и ставь лайк на это видео, потому что я очень старалась и мне было бы приятно, если бы здесь было много лайков. Ну что ж, давайте приступим! Первый момент, о котором я бы хотела с вами поговорить, это ногти. И сейчас я буду говорить не про ободранный лак, ибо ободранный лак это то, что может произойти с любой совершенно девушкой в любой совершенно момент времени. Я говорю об отросшей кутикуле. Какой бы ни был маникюр, какой бы длины и красоты у вас ни были ногти, если у вас отросшая кутикула, это всегда выглядит очень неаккуратно. Решить же проблему отросшей кутикулы вопрос буквально двух минут. И это вполне можно сделать дома. Для этого вам понадобится всего-навсего специальная палочка. Она выглядит вот так. И средство, которое размягчает кутикулу. Каков механизм? Берем средство, наносим на ногти, пять минут выжидаем, потом просто палочкой отодвигаем кутикулу. Все. Если вы ходите на маникюр и делаете так называемый обрезной маникюр, где эту кутикулу подразумевается удалить именно механическим воздействием, пожалуйста, попробуйте в течение двух месяцев ее не трогать. То есть не обрезать, а именно отодвигать кутикулу палочкой. Через два месяца вы поймете и вы реально заметите, что ваша кутикула перестала таким бешеным образом отрастать. Что ваши ногти выглядят в целом ухоженно и маникюр не требует коррекции каждую неделю, а то и каждые пять дней. Поверьте, это проверено на собственном опыте и опыте моих подруг, поэтому я точно знаю, о чем говорю. Вторым пунктом я бы хотела выделить комфорт. Причем физический комфорт и психологический комфорт. Сейчас я вам объясню. Как бы человек красиво и классно не был одет, если он чувствует какой-либо дискомфорт, он не будет чувствовать на 100% себя хорошо. Соответственно, он будет загоняться, он будет думать о том, что ему где-то или жмет, или ему не нравится, как он выглядит. И его это будет так или иначе напрягать. И что бы этому человеку не говорили друзья, знакомые, да кто угодно, что он, например, выглядит классно в этом платье, а ему это платье вообще не нравится. И даже, да, возможно, он допускает, что оно ему идет, но вот, ну, не его эта вещь, не комфортно ему в нем, и он не может себя чувствовать классно. Поэтому комфорт это очень важный момент. Причем психологический комфорт и физический комфорт, они равны совершенно. Вот вспомните такую ситуацию, ну, наверняка, каждая девушка в нее попадала. Вы купили себе безумно красивую обувь, но эта обувь вам или трет, или жмет, или натирает вам мозоли. И как бы красиво не смотрелись на вас эти самые туфли, вы единственное, о чем мечтаете, это сменить их. Если вы испытываете эмоциональный дискомфорт в этой одежде, с этим цветом волос, с этим макияжем, с чем угодно, вы не будете чувствовать себя ухоженной, вы не будете чувствовать себя красивой. Если вы не будете себя внутри так чувствовать, если вы не будете раскованы, свободны в своем образе, вы не испытаете того самого чувства, когда ты реально думаешь, что все классно, ты классная, и тебе все нравится. Потому что нравится себе, это очень важный момент. И не испытывая комфорт, как физический, так и психологический, не получится. Есть некоторые моменты, которые, вне зависимости от того, как дорого и красиво, элегантно вы бы не были одеты, портят ваш внешний вид, потому что они выдают вашу неопрятность. И сейчас они их. И я сразу хочу оговориться, что здесь не будет речи о том, что обувь и сумка должны быть непременно очень дорогими. Нет, это совершенно уже не актуально для нашего с вами времени, но это действительно было актуально во времена молодости наших мам, наших бабушек. Тогда действительно дорогая одежда, в частности сумка или обувь, они гарантировали в первую очередь качество. Сейчас же можно в масс-маркете, да что там в масс-маркете на Алиэкспрессе, можно купить реально качественную вещь, которая будет совершенно прекрасно носиться, в том числе не одно пятилетие уж так точно, если к ней с должным образом относиться, если ухаживать за ней нормально. Но вообще, знаете, это тема, на которую можно очень долго рассуждать, и это явно не тема сегодняшнего выпуска, но если вам будет интересно что-то узнать вот именно про эту сферу, то напишите в комменты, если будет много желающих, я подумаю и скорее всего сниму такое видео. Так, теперь давайте вернемся к тому, с чего я начинала. Что же за неухоженность в одежде? Во-первых, это просто самое главное, это следы от дезодоранта. Убираются они элементарно, убираются они влажными салфетками или просто водой вот такими вот движениями. Главное, это то, чтобы их вовремя заметить, потому что в вопросах устранения он совершенно ни о чем. Поэтому обязательно обращайте внимание, чтобы у вас не было вот таких вот следов. Следующий момент здесь, это пуговицы. Если вы понимаете, что какая-то ваша пуговичка висит на волоске от смерти, уже буквально на одной ниточке, и эта ниточка ее отделяет от падения, возьмите иголочку и просто прошейте эту пуговицу. Я реально понимаю, насколько такое элементарное действие может быть ленивым, потому что нужно прийти, нужно взять иголку, нужно взять нитку, нужно ее вдеть, и потом еще потратить несколько минут своей жизни. Звучит как вроде ни о чем, но по факту это реально лень. Сюда же я бы хотела еще добавить резинку для волос. Какая бы у вас ни была резинка, резинка силиконовая или резинка тряпичная, все резинки рано или поздно становятся грязными, они портятся, они теряют свой вид. Наверняка вы были в такой ситуации, вспомните, перед вами идет девушка, у нее вроде даже красивая прическа, ну как минимум красивый высокий конский хвост, и тут торчит пожелтевшая от времени резинка. Она выглядит настолько уже сальной, настолько неопрятной, настолько некрасивой, что ты видишь эту резинку, и тебе уже просто хочется забить на то, какая у этой девушки красивая прическа, ты видишь просто эту мерзкую, грязную резинку. Резинки, они не созданы для того, чтобы служить до бесконечности человеку, хоть они и редко портятся, уж будем откровенны, особенно если у вас не супер-мега густые волосы. Но в любом случае, как только вы видите, что ваша резинка, ну вот что-то с ней не то, она немного потеряла свой вид, просто выкиньте ее и купите себе новую. А теперь минутка рекламной паузы, это мой кот, моего кота зовут Эвил, и у Эвилу недавно появился свой ютуб-канал. На этом канале будут видео только про животных, и я реально буду очень-очень счастлива, если вы поддержите меня в моем начинании, ссылки вы найдете в описании. Помаши лапкой, помаши, помаши лапкой, помаши, смотри туда, ты должна всем понравиться, потому что если ты им не понравишься, они не пойдут на твой канал, не пойдут, так что помаши лапкой. И следующий момент, который я бы хотела с вами обсудить, который реально влияет на понятие ухоженной девушки, это чистота дома. И даже если не чистота дома, то именно ее угла, ее комнаты, как минимум на ее рабочем столе чистота должна быть. Потому что твой дом, это твоя крепость, твой личный угол, это то место, где ты приходишь, где ты отдыхаешь, где ты набираешься сил. Я прекрасно понимаю, что мало у кого из нас есть возможность полностью обустроить под себя квартиру. Да не у всех даже есть возможность полностью убирать квартиру, потому что многие люди живут огромными семьями. И понятное дело, что ты не будешь сидеть и убирать, не знаю, в течение всего своего дня, просто с утра до ночи, за всеми своими членами семьи квартиру. Но если у тебя есть твой личный уголок, твой столик, твоя кровать, сделай себе вот это твое место максимально для тебя уютным. Когда я поняла, что мне действительно не хватает моего места, когда я организовала себе вот этот вот задний фонд, который вы сейчас видите, он совершенно не вписывается в интерьер нашего дома, вообще просто никак. Но вот когда я его себе организовала, я реально поняла, что я становлюсь как-то более счастливой, что ли, более довольной. Я более расслаблена просто, потому что я прихожу домой, я вижу вот это, то, что мне нравится и мне становится хорошо. Понимаете, да, к чему я клоню? В общем, чистота вашего рабочего пространства должна всегда быть на высоте. Если даже ваше рабочее пространство ограничивается одной-единственной косметичкой, храните эту косметичку в идеальной чистоте, чтобы когда вы доставали оттуда свою помаду, ваша помада была не в пудре засаленная, вся обляпанная, а красивая помада, которая вам будет приятно пользоваться. Это реально очень важно. Просто попробуйте, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Это знаете, с чем, кстати, можно сравнить? Если вы когда-то играли в Sims, вы наверняка замечали, что когда ты красиво обставляешь дом, когда дома чистота, у Сима появляется дополнительный ачив, и это влияет на его настроение. Так вот, в реальной жизни это ровно все то же самое. Если вы соскучитесь по моим новым видео, а мои видео выходят в среду и в субботу, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ведь там каждый день я пощу фотографии, и там каждый день я выкладываю истории. Будем с вами общаться в том числе в инстаграме. Обязательно напишите в комментарии, вы согласны со мной или вы не согласны со мной, почему да, почему нет, только, ну, без негатива, просто будем обсуждать с вами. Мне было бы реально интересно почитать ваше мнение, что вы думаете. Не бойтесь, не стесняйтесь писать мне комментарии, я их читаю, некоторые лайкаю, на некоторые отвечаю, поэтому давайте с вами будем общаться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если оно вам понравилось или если я вам понравилась, то подписывайтесь на мой канал, тык, и ставьте ваши лайки, луисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Что ж, спасибо вам за просмотр, всех люблю, целую, пока-пока. Какие крутые стикеры мне сделала Настя Ефанова, а я устраиваю небольшой розыгрыш на пак стикеров. А для участия достаточно подписаться на мой канал, на канал Насти и на мой инстаграм и написать хэштег «Хочу стикеры» под этим постом. Настя постоянно проводит конкурсы на стикеры, рисует донатеров на стримах своих и на ее канале очень много видео, не только с созданием стикеров, а также делай, обзоры, покупок с Китая и многое другое. Переходите, смотрите, подписывайтесь.